20 минут о красивой жизни в красивом городе это бьюти тайм на 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула парикмахерское шоу квинтэссенция творческой энергии представление тенденций будущего сезона связанных с формой цветом и текстурами причесок это красивое зрелище доступно лишь профессионалом парикмахеры люди представители одной из самых счастливых профессий поэтому все девушки будут красивые ухоженные и с хорошим настроением кто действительно в своей профессии хочет больше знать они больше интересуются и стараются работать во всех направлениях в трендах нам в прошлый раз очень понравилось мы были в этот раз как предложили мы сразу только за обычно в таких показах есть обучающий элемент чтобы зрители коллеги смогли не только увидеть результат работы но и частичку процесса это не совсем стандартный мастер-класс которому привыкли все это такой больше вечер о том не как сделать руками а наверное том как осмыслить то что ты будешь делать и то что ты будешь предлагать вот наверное вечер все же об этом конечно разговору будет очень много интересных и будем отвечать на разные вопросы вести беседу с залом и с нашими сердцами если говорить о тенденциях то мастера трендсентеры предлагают обратить свое внимание на смелые цвета что касается форм они будут вполне традиционными однако не стоит это понимать буквально каскадные слоистые стрижки с другой стороны это мужские формы в женских стрижках то есть короткие стрижки они очень актуальны и просто надо мастера найти и мужские стрижки будут более женственные как бы неплохо это звучало потому что именно каскадная стрижка для мужчин вальс паш они будут актуальны главная тенденция современности в целом и моды в частности это индивидуальность то есть трактовать все что предлагают стилисты можно по-своему тенденция у нас это яркие оттенки это могут быть теплые тона спокойные вообще больше приветствуется креатив это блочное окрашивание растяжки цвета у нас сейчас модно блочные окрашивания будут то есть тенденция что блочное окрашивание все таки помимо расцветления волос и каждый возьмет то что он хочет увидит ту изюминку тот нюанс которому не хватает в работе новое видение следующих лет видение причесок образов одежды макияжа здесь будет учтено все то есть полный образ нынешнего поколения эта одежда эта обувь это поведение это какая-то музыка последнее время основным трендом является индивидуальность и на на ней все строится вот если ты индивидуален если ты яркий то тебе вот все пойдет и ты этому миру покажешь себя если ты скромничаешь то тогда наверное вот твоя скромность тоже тебя много может украсть антитрендов нет вообще вот это все опять же на твоем ощущении если ты вот готов отрастить волосы то это не значит что это тренд или антитренд это вот но вот мне сейчас так комфортно и также с каждым человеком ты всегда хочешь показать максимум того что ты можешь и вот сегодняшний вечер не исключение потому что мы предлагали максимально яркие оттенки как мы и говорили для того чтобы подчеркнуть вот эти блоки эти окрашивания чтобы они со сцены смотрелись понятными потому что сцена это такое очень магическое место но тебя либо съедает и тебя не видно или наоборот ты должен быть вот во всей красе чтобы тебя было видно и все тебя увидели вот для сцены эти окрашивания очень яркий для салонной работы эти оттенки могут быть смягчены каждый возьмет свое кто-то возьмет вдохновение кто-то возьмет какие-то формы в стрижках кто-то возьмет техники окрашивания вектор парикмахерской моды на будущий сезон можно считать заданным благодаря этой инсайдерской информации у нас с вами есть несколько месяцев все это обдумать и осмыслить и встретить весну во всем своем стильном многообразии если битва блогеров проходит уже в четвертый раз значит это как минимум востребовано здесь по-прежнему дают много новых знаний приемов продвижения здесь много знакомств и живого общения и конечно же в каждом сезоне есть свои особенности в четвертом например рекордное количество участников которые пришли в проект во второй раз а еще этот сезон прошел с особым азартом четвертая битва у нас самая амбициозная и самая прям битва из всех это реально батл потому что у нас собрались очень амбициозные наставники которые хотят вести свои команды к победе и поэтому у нас сегодня будет очень горячо и жюри предстоит сложная работа любимчиков у нас нет у нас все все очень крутые очень классные все именно личности из большой буквы дать из каждые уникален и жюри придется очень сложно мне как организаторы не положено иметь фаворитов вот но она фавориты всегда есть кто-то из наставников вошел в проект впервые были и те кто участвует по второму и третьему разу все они успешные блогеры лидеры мнения и инфлюенсеры но их подопечные тоже люди с интересным бэкграундом самое кайфовое когда в команде не ты лидер и наставник поглощающий все а ты вливаешься и становишься одним из я научилась очень многим фишкам потому что мы у нас не было обучения в формате я даю люди берут так тоже было но и они очень много давали я очень много взяла наша главная изюминка это наш наставник инга потому что абсолютно уникальный человек и дающий столько всем каждому безграничную любовь заботу я очень много получила обратной связи очень много было нетворкинга мы с друг другом познакомились встречались разговаривали о разных вещах а самое главное своим не знаю как это сказать своим галчатом я дала суперсила на самом деле наша классная супер мега мы уверены что именно наша команда победит ну мы дали мощный старт я считаю энергию энергетику драйв заряд могу сказать только с их словами что они благодарили меня за искренность честность и позитив я думаю что какие то вот такие больше душевный момент я им дала понятным у нас были лекции встречи и различные мастер-классы я им давала приглашала спикеров но я все-таки больше про душу про сердце про это общение человеческое я надеюсь что у них останется приятное впечатление меня очень много времени потратила на нас я очень благодарна за это она приглашала других спикеров людей которые могут дать нам какую-то пользу а мне кажется правда прям сплотились так как сестры есть много мнений на тему можно ли научиться быть хорошим блогером но пожалуй самой объективной считается мысль о том что инструменты продвижения в сети современному человеку просто необходимы а значит и обновление своих знаний в этой области требуется постоянно прокачивать здесь можно не только себя но и свой бизнес собственно говоря что в этой битве я сделала я прокачала свой бизнес понимание каких-то правил инстаграм как это все работает что в какое время и в каком формате нужно докладывать и что сделать чтобы меня там завтра не заблокировали эти знания можно использовать не только в блогинге но и вообще в рекламе любого бизнеса и инстаграм это хорошее подвижение сейчас инстаграм это такая огромная площадка для возможности для возможности продажи для возможности реализации себя как профессионалов как предприниматель если говорить о перспективах развития проекта то кроме пятого сезона в наступающем году организаторы планируют много чего грандиозного следующего года наш проект трансформируется выходит за пределы челябинска выступать в других городах мы выходим на новый уровень это будет проект который будет по-другому называться будет немножко другой на обо всем расскажем уже в новом 2020 году пока интрига кстати и на этот раз большинство участников были уверены в том что главное здесь не победа но тем не менее имя победителя битвы звучит в конце каждой финальной вечеринки не исключением оказалось и это уникальное украшение только из натуральных камней регулярное обновление ассортимента ювелирный бутик частная коллекция нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан билеты в театры челябинска и екатеринбурга да и обратите внимание на картины они тоже продаются отделение косметологии клиники источник представляет в действии лазерный аппарат акупалс инновационная помощь в решении ряда косметологических проблем работает над устранением морщин пигментных пятен растяжек и рубцов и расширенных пор отделение косметологии клиники источник наука на службе красоты семьдесят семь восемьдесят восемь девять девятьсот пять самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе магазин стрит кутюх на sony кривой 30 и пушкина шестьдесят пять попробовать себя в качестве художника сегодня может любой желающий а это значит что и возможности поучаствовать выставки становится гораздо больше с каким результатом завершается этот год школе живописи градиент узнала программа бьюти тайм уже по традиции в конце года студия живописи градиент проводит отчетную выставку картин своих учеников с каждым годом ее масштабы растут а площадка для проведения становится все больше ведь не так давно градиент сменил место творчества а это значит что школа готова принять еще больше учеников творческое пространство но несомненно должно сподвигать нас на новые подвиги на новые шедевры и я верю что у нас это здорово очень получилось потому что каждый художник который к нам приходит действительно восторгается в первую очередь самой атмосферой и создает им невероятно красивые картины не побоюсь вот этого вот заявления но действительно работу наших художников но вы сами можете сегодня увидеть меня лично очень поражает в первую очередь я обучаю детей не бояться рисовать я на каждом уроке повторяю что рисовать могут все с любого возраста и не обязательно учиться каким-то определенным навыкам вроде перспективы или пропорции нет нужно просто отдаться этому и тогда каждый сможет когда твою картину берут на выставку для художника это большая честь у этих юных авторов главные поклонники и критики конечно же их родители вообще когда я отвожу ребенку своего в школу я вижу что она рисует ну как бы со стороны для взрослого это так знаете детские каракули какие-то придя сюда сегодня я увидела рисунки всех детей и они невероятно красивые вот когда они собраны и вот именно в такую коллекцию я не знаю выставку это невероятно круто смотрится вот что я могу сказать я не ожидала детских рисунков сегодня увидеть вот такое вот я не верю что это дети нарисовали вот так она ходит в студию градиент уже около года ей очень нравится рисовать начинала на слепке но валерия валерьевна все-таки показала что рисовать его тоже очень красиво познавательно и красочно поэтому сейчас он ходит только на рисование когда вот первый раз ходили на вот занятия этой студии конечно же она была очень воодушевлена и у безумно все понравилось и самое главное то что с первого раза получаются такие очень интересные картины когда лиза первый раз принесла нам свою работу мы конечно же всей семьей аплодировали и потому что ну безумно всем очень понравилось и действительно очень достойные получаются рисунки даже рисунками трудно назвать это уже настоящие картины желание у нее было давно учиться рисовать это наша первая художественная школа я думаю и последняя поскольку нам здесь очень нравится атмосфера приятно педагоги замечательные потрясающие но и в конце концов я вижу что у моей ребенка моего ребенка есть и дальше желание ходить в эту школу заниматься живописью многие художники начинали свой творческий путь с расписывания стен диванов кресел и прочих поверхностей которые в данном случае пришлось сменить на холсты с мольбертами а кроме навыков работы кистью и карандашами они получили еще массу полезных знаний одной из отличительной особенности нашей студии является то что каждый после каждого урока у нас проходит просмотр и мы с детками учимся давать названием своим работам представлять их рассказывать на сцене у нас есть импровизированная сцена в общем-то мы бессознательно готовимся к таким большим выставкам поэтому я уверена что лиза сейчас удовольствием расскажет что-то своих работах называется работа снежный ангел я ее выбрала потому что одна из самых моих любимых картин она была написана гуашью небо немного похоже на картина панкога звездная ночь поэтому она мне нравится и принц и лисенок получились очень реалистично и именно поэтому она мне очень нравится мне кажется что они сидят на планете лисенка потому что планета маленького принца была она была более серой чем лисенка мой рисунок был о птицах и там были запрещены две красные птицы там использовалась белая краска коричневая голубая и новая мне нравятся краски оранжевые желтые розовые бирюзовые и все первую картину я рисовала мост другую картину я рисовала она была с мишкой который смотрел на вид из окна на деревню на деревню кто давно знаком с градиентом знают что у них много творческих друзей которые с удовольствием всегда принимают участие в их праздниках наши дети занимаются бальными танцами сегодня они будут танцевать танец чача это один из десяти танцев которые им надо бы знать знают они пока два танца мы будем танцевать чаще мы занимаемся вообще просто занимаем об расходе мы занимаемся танцами нам бы интереснее да почему? потому что танцевать это прикольно танцевать красиво получается искусство соединенное с искусством я считаю это замечательно мы сегодня будем танцевать задорный веселый танец ча-ча-ча у нас дети тоже будут танцевать ча-ча-ча они более детский вариант мы более взрослый вариант ну и как принято в современном искусстве только лишь демонстрации картин выставка не ограничивается так в программе этого вечера искусств анна и эльза из холодного сердца танцы конкурсы развлекательная программа и конечно же благодарности и грамоты всем кто плодотворно трудился в выходящем году сколько нужно времени чтобы избавиться от варикоза запись на прием 2 минуты диагностика и сдача анализов займут 50 минут сама лазерная процедура 40 минут всего полтора часа и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно для первых в труде и первых в игре для первых свиданий и первых признаний для первых по кудряшкам и первых по волнам для первых на поворотах и первых на виражах махва первые для первых энса особенный стиль и безупречное качество свой уникальный образ собери на сайте nsostyle.ru еще больше сюжетов о красивой жизни на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях ищите по хэштегу beauty time нижнее подчеркивание тв а на этом выпуск завершен до встречи наши стильные партнеры имидж студия Елены Ивановой ателье модный дом я и единственное продолжение в следующей серии Продолжение следует...